Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Ирины Нижаловой. И мы продолжаем наш разговор с депутатом Государственной Думы от Нинецкого округа Сергеем Николаевичем Коткиным. Сергей Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы хотели обсудить с вами пенсионную реформу, которая сейчас активно обсуждается и среди жителей регионов, и в Государственной Думе. Ну, немножко давайте об этом, о ее параметрах, что она предполагает, предусматривает. Я первый в этой студии по пенсионной реформе, да? Да. Кто-то до меня был здесь, не был? Нет. Нет, первый, получается, да? Ну, ладно, тогда из этого и буду исходить. Потому что там много цифр, и он такой, для понимания, достаточно сложный проект закона. Мы встречались буквально в пятницу, наверное, с Татьяной Алексеевной Голиковой, депутатой Государственной Думы. Ну, множество было вопросов. Ответы не на все вопросы пока получили. Но начнем с того, что действительно в Государственную Думу внесен проект закона правительством, где, ну, пенсионной реформой назвать, наверное, нельзя. Это не реформа, это изменение отдельных параметров, наверное, вот так вот. И после внесения этого проекта закона, я говорю, что мы встречались с правительственным блоком. Материалы нам предоставили предварительные по предстоящему, ну, будем называть реформированием, реформой. Вот. Что, насколько, как я понял, безусловно, он будет рассматриваться в Государственной Думе. И прежде чем депутаты Государственной Думы примут решение по данному проекту закона, мы, безусловно, будем разговаривать с избирателями. Вот мы специально вынесли в отдельную тему вот этот диалог. С экспертами, с профессионалами, с жителями. Заключение в обязательном порядке, я думаю, что дадут органы местного самоуправления, окружное собрание депутатов. Никакое решение не будет приниматься, пока мы не поймем сути вот этой реформы, скажем так, сути изменений, что, зачем, почему и для чего. И во что это выльется. Как только мы ответы на эти все получаем, тогда мы принимаем решение, голосуем, не голосуем, вносим поправки, изменяем, не изменяем. Но для начала вот тот расклад, который говорит, о чем говорит правительство Российской Федерации. Прежде всего, цель вот этой реформы – это повышение пенсии. Те пенсии, которые сегодня имеют место у нас, понятно, они не устраивают, наверное, никого. Это так. У меня у супруги пенсия 12 тысяч рублей. Она еще год назад получала 11 тысяч рублей. Проработала всю жизнь на Северес, 20 лет, майор таможенной службы, вышла на пенсию, 9 тысяч там с чем-то пенсия. Причем и кто не работал примерно, такую же сумму получает, проработав всю жизнь, по всему Союзу еще помотались, поездили. Вот такая пенсия. Из них заплатишь 6 за квартиру, на лекарство купи, все. На что жить? И вот такая пенсия у нас действительно имеет место. Средняя 4-14 тысяч рублей, там, 300 или 14 с чем-то тысяч рублей. Средняя пенсия. Значит, так дальше жить нельзя. Об этом сказал президент. И в послании, и в майских указах президента, что пенсии нужно повышать. И повышать существенно. Безусловно. Как это сделать для того, чтобы повысить пенсию? Есть несколько вариантов. Можно рассчитывать на нефтегазовые доходы. Вот сейчас доглажили, что по 5 месяцев мы там доход около триллиона рублей, совместного дохода, значительной степени это нефтегазовые доходы. Но рассчитывать только на нефтегазовые доходы, принять такой закон, крайне необдуманно будет. Почему? Потому что сегодня не все месяцы, завтра она 20 долларов, 30, 40, 50. И денег этих нет на пенсию. Что делать? Откуда их брать? Значит, вроде бы так, на первый взгляд, но нефтегазовые государства. Ничего подобного. Посчитали. Правительство нам докладывает, что если даже поделить все доходы на всех жителей России, нефтегазовые доходы, ну, с учетом вот той цены на нефть, то получается мы в 4 раза хуже, чем Соединенные Штаты Америки, ниже получается на каждого человека, и в 7 раз ниже, чем Норвегия. А в Норвегии средний возраст, выход на пенсию 67 лет. Далеко выше, чем наш. Далеко больше доходы. Значит, тогда выход каков? И просчитали, дали всю раскладку по пенсиям, которые были в целом по государствам российскому. Значит, первоначально в 20-е годы у нас стали появляться пенсии. Сначала по отдельным категориям, там, металлурги, там, затем сделали, в 56-м году прошла реформа пенсиона. Вот это действительно реформа была. Когда в 56-м году мы, ну, практически все стали получать пенсию в России, и только в 64-м году у нас колхозники стали пенсию получать. Так вот, если в 20-е годы, когда только началась, вот это, пенсии мы стали выдавать, определять, в 30-е годы, это возраст был 43 года, возраст среднего продолжительности жизни, то сейчас она 73, на 30 лет больше. Если в 41-м году у нас было пенсионеров 4 миллиона человек, 4 миллиона человек, то есть вся Россия работала на этих пенсионеров. Там нет кубышки, деньги не откладываются в кубышку, они с колес идут сразу, распределяются пенсионеры. То в 57-м году, сразу после реформы, у нас 18 миллионов уже пенсионеров было. А уже 18-й год, на 1 января 18-го года, у нас 46 миллионов пенсионеров в Российской Федерации. 46 миллионов. Вот смотрите, какая тенденция идет по пенсиям. И если в 70-е годы у нас 4 человека работало на одного пенсионера, его обеспечивали, то сейчас это 1,8 человека работают на одного пенсионера. Потому что мы были молодыми, мы работали пенсию пенсионером, стал пенсионером, значит, молодежь работает. Это, естественно, во всем мире так. Но не во всем мире есть пенсии. В Китае их и нет. Не всем категориям тоже. Так вот, получается 1,6-1,8. Но это даже 1,6-1,8, у нас 86 миллионов работающих. 146 миллионов жителей в России, 86 миллионов работающих. Из них 56 миллионов работают в открытом секторе, 20 миллионов в черном сегменте. Это то те, кто самозанятые, кто занимается бизнесом, налоги не платят. И если посчитать те, которые работают на пенсионеров, то вообще получается у нас 1,2. А к 2020 году, дай бог, на одного бы вытянуть, чтобы один молодой человек работал на пенсионера. В 2017 году у нас на пенсию ушло в России 1,450,000 добавил среды пенсионеров. В 2019 году уйдет 1,629,000. И тенденция прогрессирует. Задаю вопрос правительству. Как быть через 20 лет, через 10, а будущих поколений, кто будет обеспечить пенсионеров? Нефть, газ? А будет ли вообще через 30 лет нефть и газ? К этому решению подходили... Татьяна Алексеевна достаточно грамотно нам это все объясняла. Я с точки зрения содержания, наверное, может быть и правильно, а с точки зрения смысловой понятия, наверное, тяжело. Ну ладно, я в возрасте пенсионный. А молодежь, им выходить на пенсию, и уже надо проработать женщине плюс 8 лет, мужчине плюс 5 лет. С точки зрения, наверное, морального такого тяжело. А с точки зрения государственника, как представителя государства, да, хорошо, предлагайте другие варианты. Как быть? Как быть через 10, 20, 30 лет в России? Все государства мира возраст повысили. Все. Узбекистан и СНГ только остался. Более того, некоторые уже пошли по второму, третьему кругу. По второму уже. Норвегия там пытается, еще кто-то. Вот. У нас средний возраст жизни сейчас 72-73 года. Значит, к 34-му году, когда переходный период устанавливается, средний возраст будет 80 лет. К 34-му году. Это когда мы говорим через 10, через 20 лет. Более того, нам приводят цифры о том, говорят, что пенсионеры выходят на пенсию, вот вышли вот эти 46 миллионов на пенсию. Из них более 50% продолжают работать. А льготные категории, образование, медицина, военнослужащие и прочее, льготные категории, 84%, практически все продолжают работать. Офицеры уходят у нас 32 года на пенсию на Севере. 32 года. Он уже пенсионер. Но правительство сказало, что мы по военным не трогаем. Вообще военную сферу мы не трогаем, оставляем так же. То есть как уходили в 32 года офицеры, так они уходят. Офицеры, понятно, мы их даже не трогаем. И оставляют они все льготные категории. Для севера, для крайней севера это ниже, на 5 лет. То есть если мы выходили там 50 и 55, то сейчас мужчина вот в 60 выходит, а женщина в 63 года. Плюс 8 лет. В средней полосе там побольше. То есть крайний север тоже остается. Задавали вопрос Татьяне Алексеевне по коренным малочисленным народам. Григорий Петрович Литков задал нашу земляк с нами носа. Как же им как быть? У них средняя продолжительность жизни далеко ниже. И условия далеко не такие, как в городах и в селах. Но она ответила, что мы об этом знаем, мы переживаем, мы будем думать, мы будем по крайней мере вносить от наших арктических депутатов поправку о том, чтобы коренные малочисленные народы мы оставили в том порядке, в котором они сейчас есть, безусловно. Так вот, получается, что кто выходит на пенсию, они продолжают работать. Но они же продолжают работать, потому что им не хватает пенсии. Вот как супруга у меня. Не проживешь, но 12 тысяч. И она работает. Для того, чтобы внуков поддержать, детей поддержать, не устроишься на работу особо-то. Даже с моими возможностями по Москве, а я не могу детей устроить на работу там. И ту, и другую дочь. Не так-то все просто. Это же вынужденная мера. Но тогда правительство говорит, ну, хорошо, но давайте мы сделаем пенсию не 12 тысяч, а сделаем пенсию ей 36 тысяч она будет получать. Но сразу будет получать достойную пенсию. Но тогда она должна работать вот такой-то возраст. На самом деле, вот продление. И делают переходный период. Женщины до 34-го года, это по России, переходный период. К 34-му году она выйдет уже на 63 года. Мужчине 10 лет переходный период дает. То есть это не сразу. То есть, условно говоря, у нас на Крайнем Севере мужчине 59 лет. В 19-м году ему будет 60. Он бы должен выйти на пенсию. Ну, не на севере. То есть, да, должен выйти, там, у нас 50-55 был. 59, сейчас 60 на севере. 59 он должен бы выйти на пенсию. Но ему право дают выхода на пенсию только в 20-м году. Он год должен поработать. Тот, кому 58 лет, тот уже в 22-м году выйдет на пенсию. И вот таким образом переходный период до 10-го года, женщин до 34-го года. Вроде бы, ну, еще раз повторюсь, что да, наверное, какие еще варианты есть? Какие еще варианты есть? Жить стали больше, дольше. Хотя я запросил, нам дали статистику по всем регионам. У нас, кстати, за 2010-2016 год в Нинскоавтономном округе статистика дает на 6,12 лет возраст увеличился. Увеличился вот за то время, которое мы сейчас, до нынешнего времени, и вот взять те годы, даже советские. Я запросил статистику сейчас в Архангельске с тем, чтобы мне дали весь расклад по женщинам, по мужчинам, по Нинскоавтономному округу, ну, и по коренным малочислям. Но не дадут, наверное, по коренным, сколько навряд ли такая разбивка есть. Для того, чтобы мы четко все понимали. У нас не должно быть неотвеченных вопросов. Не должно быть. Или нам доказывают, говорят, что это нужно делать потому-то, потому-то, вот так, как я сейчас вам говорю. Или, значит, мы вносим поправки между первым и вторым чтением, вносим изменения в тот проект, который внесло правительство. Но, по крайней мере, еще раз хочу заверить о том, что без предварительных консультаций, без подробного детального разговора эти решения приниматься не будут. А сколько регионам дали на обсуждение? Вот я сейчас приехал на региональную неделю, меня попросили повстречаться. Я попросил вас отдельно вот эту тему вынести для того, чтобы мы осмыслили это предложение правительства, которое вносит. Вот. Я думаю, что он в первом чтении на работу внесен уже в июле, уже на следующем месяце. Затем, между первым и вторым чтением, я думаю, что у нас до конца-то года точно, наверное, время будет для того, чтобы мы это все обсудили. Детально, подробно, спокойно, без эмоций, с государственным подходом к этой проблематике. Может быть, у вас есть другие предложения? Вот я так задаю вопрос. Предлагайте. Там выступление звучит, что вот отобрали по 800 тысяч женщин, по миллиону женщин, 800 тысяч мужчин. Отобрали, они недополучат их денег, работая на производстве и получая заработную плату. Не недополучат. Но они дополучат их, когда получат пенсию существенную. И для того, чтобы мы... Хорошо, естественный вопрос возникает. Но вот мы говорим, что увеличим. А увеличим ли мы ее? Увеличим, говорят. Почему? Потому что одновременно с этим проектом закона будем принимать, мы ратифицировать конвенцию номер 102 МОД, который говорит о том, что пенсия должна быть не ниже 40% от заработка, от дохода гражданина. Не ниже 40%, как это во всей Европе. А вешний предел будет? Я думаю, будет. Я думаю, будет. Потому что один зарабатывает, условно говоря, 200 тысяч, 40%, это около сотни тысяч. А другой получает, ведь у нас и 7 тысяч зарплаты в средней полосе есть. Ну что, будут получать 3 тысячи пенсий? Поэтому вот это один из тех вопросов, в которых пока ответа нет. Мы говорим, как это все будет? Понятно, должно быть действительно дифференцированный подход. Кто-то зарабатывает всю жизнь, учится, работает и получает пенсию такую же, как никто никогда не работает. Это неправильно. Если человек достиг каких-то результатов, он достойную заработную плату получает, значит, он должен получать такую. И нижний уровень мы тоже не можем допустить, чтобы он был нижним уровнем каким-то. Тоже надо поднимать. Как это все будет, пока непонятно. Лично для меня. Может быть, кто-то и знает, и придет к вам сюда на студии и расскажет как-то иначе. У меня пока вот это вопросы. На эти вопросы мы будем получать ответы. Когда мы увидим всю эту реформу, назовем ее таким словом, пенсионным, тогда будет понимание, я готов буду встретиться с вами и доложить жителям округа, всем, я думаю, не только я приду, я думаю, что придут и с исполнительной власти, и с законодательного собрания, регионального. Но тут не надо голову это самое. Я думаю, никто это делать не будет. Никто это делать не будет. Надо говорить всегда правду. Говорить прямо. Говорить прямо надо всегда. Сергей Николаевич, а хочется еще понять, почему такая несправедливость? Почему женщинам на 8 лет повысили пенсионный возраст, а мужчинам этот срок гораздо меньше? Ну, здесь ответ четкий. Почему? Потому что мы сейчас говорим о гендерном равенстве. Мужчина и женщина равны. У нас даже Пушкин Оксана в Государственной Думе активно ведет вот это движение во всем мире сейчас. Но если взять среднестатическую семью, то роль женщины, мужчины, она все-таки, условия жизни стали другие. Уже и стиральные машины, и моечные, и что только нету, немножко другие стали. По работе, сейчас смотрю, разводы запросто. Раз, поженились, разлетелись. Женщина спокойно, свободно остается с детьми. Ну, ни то слово неправильно я сказал. Безусловно, непросто. Ну, а раньше это была вообще трагедия. Остается женщина там с детьми, да еще много детей. А сейчас женщины, наверное, более самостоятельные. Более самостоятельные. Более... Вот то, о чем мы говорим, гендерное равенство. Не нравится мне это слово, но вот об этом. Поэтому, если мы говорим о гендерном равенстве, мужчина живет на 10 лет меньше, чем женщина сейчас. Вот по нынешним временам. У нас 67 лет, средняя продолжит женщина. У женщины 73 где-то года. Средняя по... 76 и 7. Средняя продолжит женщина где-то 72 года. То есть на 10 лет больше живет, чем мужчина. И по реформе, если говорить, женщины коснется это тех, кто... Если 64-го года женщина, если она 64-го года рождения, то в 56 лет она выйдет в 2020 году. Как вот я по мужчине пример приводил. А 71-го года рождения женщина, 71-го года, она в 63 года, когда будет выходить на пенсию, в 2034 году только. То есть, может быть, это трудно для понимания цифры, которые я говорю, их сразу не осмыслишь. Это надо все вникнуть. В эти цифры все надо поизучать. И все вместе нам вот такое решение принимать. Поэтому и вот женщине делают на 8 лет, мужчине на 5. Вы просто тоже задавали это, как и вы, Татьяне Алексеевне Голиковой. Почему так? Ну, мир-то меняется, действительно. Но хотя, я, например, считаю, что женщина должна быть женщиной, мужчина, мужчиной. А мне тоже, кажется, надо как-то немножко... И все-таки женщина – это женщина. Как бы, да. Что уж мы так совсем-то, равенство какое-то. Но это неправильно. Женщина и живет-то больше на 10 лет, наверное, потому что у нее другие, более ответственность, наверное, перед детьми, перед внуками. Менее, наверное, склонны к риску, да? Сосредоточиться в себе вот эти... Сохранить эту энергетику, выдержать. И доказано, что в экстремальных ситуациях женщина как раз она более выдерживает вот эти все нагрузки. Может, у нее заложено генетически это. Самосохранение и прочее. Так это генетически заложено. Тут мы все-таки... Я уж за это гендерное равенство не совсем. Хочу, чтобы все, вот это равенство-то было. Может, хоть на пару лет. Должна быть слабая женщина все-таки, да. Как говорил Карл Маркс, что больше всего приводим... Видите, классика коммунистов сейчас КПРФ. Мне сказали, даже Коткин стал приводить коммунистов. Он говорил, что в женщине больше всего ценю слабость, а в мужчине силу. Вот, может быть, оно и так надо подходить. Поэтому предложение внесено, проект внесен. Те цифрами, которыми я располагаю, я доложил, рассказал. Какие ответы я не знаю, я тоже сказал, что я не знаю. Их надо уточнять, выяснять. И принимать какое-то решение. Может быть, будут другие какие-то решения с тем, чтобы мы подняли пенсию. Но задача, поставленная президентом, пенсию поднимать и поднимать существенно. Это нужно делать. Как это делать, давайте вместе думать, решать. Но реформы, наверное, всегда неоднозначно воспринимаются, да? И только спустя какое-то время мы можем понять... Любая реформа всегда болезненна. Любая реформа всегда проходит болезненно. Но вот я так думаю, но весь мир это сделал. Но мы не самая такая уж благополучная страна, не самая большая экономика, не самая мощная экономика развития. И много вопросов, много на самом деле. Но вот сказал то, что сказал. Сейчас в нашем регионе проходит региональная неделя. Вы встречаетесь с избирателями. С какими проблемами они приходят к вам? Что чаще всего волнует? Значит, приходит народу очень много. Вот сейчас пришел на передачу. Две женщины пришли сюда внизу. Мне докладывают, что они хотят встретиться. Назначили дополнительную встречу. Вопросов очень много. Вопросов очень много, но они в основном касаются... Вот они, кстати, о достатке и тоже говорят. Те же пенсии, они маленькие. И по трудоустройству молодежь не могут трудоустроиться. Кстати, в этой связи уже идут распоряжения правительства. И по пенсионерам. Сейчас же нужно пенсионера защитить. Да, чтобы... Нас же там особо-то не принимают. Старше 40-то лет уже считают, что это все. А где тогда старше 60-ти, кто возьмет кого на работу? Тоже вопрос. А если будут пенсионеры работать, что будет у нас молодежи? И сейчас устроиться им тяжело. А что будет, когда будут работать пенсионеры еще больше? То есть тут должен быть комплекс таких мер, мероприятий, которые мы должны увидеть. Мы должны увидеть. Правительство должно это нам доложить. Что они видят под устройством? Что они видят как? Где рабочие места? Так, чтобы не обижали пенсионера того же, которому нужно доработать до пенсии, чтобы пенсию получать. И вопросы идут с трудоустройством, с пенсионным обеспечением. Очень много по ветхому жилью проблематики. А иногда просто идут, что где-то были на приеме и не получили должного реагирования. Сидит, говорит, человек смотрит в сторону. Да, я ему говорю, я чувствую, что он просто меня не слышит. Как быть, я вот последней инстанцией. Причем самые простые вопросы, там автобус не идет, там маршрут не идет, идут депутаты Государственной Думы. С этими вопросами. И такое тоже бывает. Поэтому самое жизненное. Некоторые приходят просто поделиться. Трудная жизненная ситуация, как ни странно. И такое тоже есть. Я говорю, я-то чего, как, чем могу помочь вам? Нет, ничего не надо. Ну, говорит. Чего, да. Вот и такое тоже есть. И тоже понять людей можно. То есть много-много вопросов. Встречи. Мне очень понравилось. Сейчас региональная неделя. Мы вручали призы. Провели исторический зачет. Не тест исторический, а зачет. Это региональное отделение «Единой России». Они провели только исторический зачет. Причем очень много молодежи. Ребята поучаствовали в этом. Три, значит, по всемирной истории, по истории России и по истории родного края. Номинации. И очень много участников. И ветеран. Вячеслав Кузьмич тоже получил премию. Поучаствовал. И даже вот я смотрю тематику, которую они взяли по истории России, по истории родного края. У нас очень много белых пятен. Даже в округе. И то, что молодежь интересуется по истории края. Вручили вот эти награды, добрые слова. Сказали им адрес. Это здорово. Я думаю, что вот и Вячеслав Кузьмич предложил, что нужно выходить на региональный уровень. Вот эти вещи нужно делать. Потому что история края, история России, история Отечества, как наша земляк Великий Ломоносов. Будущего нет, если мы своей этой истории не знаем. А мы ее действительно плохо знаем. И примеры приводил. И Вячеслав Кузьмич много примеров приводил. Это отдельная тема для изучения. И вот организаторам большое спасибо за такое вот действие, что они это сделали. Даже участники. А ребенок, один школьник со школы Красного пришел с учителем. Вот она написала. И вообще молодцы. Молодцы. И вот это вот настолько важно на самом деле. Очень важная тематика. И то, что провели, это здорово. Потом буду встречаться с, надо с пенсионерами, с пожилыми людьми встретиться. С молодежью бы надо встретиться. Обсудить вот та реформа, которая мне пока нет конструктива. Опять возвращаясь к этой реформе, это же все внутри сидит. Это же надо решение принимать. И конкретики-то нету. Хорошо, вот так. Что предлагаем? Оставить все так же. На что тогда рассчитывать? Где взять деньги? Где чего? Есть предложение. У меня, например, есть ряд предложений. Та же прогрессивная шкала налогов вложения. Мы сейчас одного там НДФЛ 13%. Ну, возьмите у кого доходы там по 300, там по 500 тысяч в месяц. А ведь если по 500 миллионов доходы в месяц у нас в госкорпорации. Они могли бы за всех заплатить налоги. Ну, возьмите с них не 13 НДФЛ, а 20%. Но больше нельзя. Почему? Потому что просчеты, это же не просто так. Вот то, что там цифры говорят, это все просчитывается. Просчитывается специалистами. Можно получить обратный эффект абсолютно. Сделаем налоги по 30%, они уйдут в другие государства. Как во Франции. В Франции 156 тысяч сразу выехало, как они прогрессивную шкалу ввели. Это Депортье, или кто приехал к нам, артист. Это же Депортье. И те доходы, у кого они сразу идут в другую, регистрируются, проживают. Все. Это такая тонкая материя, которую разовать очень сложно. А вот как все это соединить, не так-то просто на самом деле. Поэтому, как обычно, вот такая оригинальная деятельность, она проходит достаточно активно, на мой взгляд. Потому что те предложения, которые не идут, те обращения, которые идут, они потом ложатся в инициативу законодательную. На местном, на поселковом, на региональном, на федеральном уровне. Все вот так, по-другому это никак не бывает. Сергей Николаевич, говоря о законодательных инициативах, хотелось бы вспомнить и Водный кодекс. На рассмотрение Госдумы находится несколько вопросов, которые имеют особое значение для округа. О Водном кодексе можно несколько слов? Значит, вот тоже вопрос очень непростой. Речь идет о изменении законодательства, Водный кодекс, о том, что на снегоходной технике мы не имеем права передвигаться по тундре, поскольку снегоходная техника не является специальным видом, и она не может пересекать водное пространство. За это штраф, и штраф такой существенный на самом деле. Но внесло у нас в окружное собрание такую законодательную инициативу в Государственной Думе. Значит, ее вернули на доработку. Почему? Потому что они задают, сколько человек у нас наказано в округе. Сколько человек наказано. Информации такой нет. Какой орган наказывает? И почему вообще наказывает людей? Министерство профильное природных ресурсов говорит, что все урегулировано, никаких проблем нет. Но как нет, когда Водный кодекс, вот то, о чем мы говорим, вот эти правовые коллизии. Как нет, когда Водный кодекс обязывает наше ведомство штрафовать людей? Хорошо. Мы провели отдельное совещание. После того, как комитет по природным ресурсам отклонил нашу инициативу, мы попросили председателя комитета провести отдельное совещание по нашей инициативе. Сенатор у нас был, Сганич была Валентина Сергеевна, Михеев Алексей Леонидович из Заполярного района, специалисты, профессионалы, которые сидели и обсуждали. Так вот, те вопросы, которые были заданы, в целом по России, говорят, проблема – это как? Сколько наказанных по Якутии? Нет информации. Сколько наказанных там где-то? А там на снегоходах ездят? Да, конечно, ездят. А сколько там наказанных? Ни одного нет. Как так? А почему не наказывают? Да вот, для этого надо разобраться. И вообще, прежде чем вносить инициативу, надо всегда понять суть цифры. И не просто по Нинецкому округу, а нужно, естественно, проанализировать. Ну, округ, понятно, внес, потому что у него душа болит за округ, ему там что-то по другим субъектам. А уже задача тогда там моя в Государственной Думе, коллег, мы сейчас запрашиваем, подготовили запросы по всем регионам, по крайней мере, по северным это точно, посмотрели, сколько трасс снегоходных нам нужно, сколько это было кемитров, сколько у нас зимних, что такое зимняя дорога, они там не знают. Значит, это все вопросы, которые надо вникать. И, может быть, нам проще сделать, не износить изменения в водный кодекс, а сделать снегоходную технику специальным видом транспорта, и она может везде ездить. То есть этот вопрос, он находится в работе, запросы везде отправлены, по многим субъектам, даже по всем субъектам Российской Федерации мы направили. И когда у нас будет вся картина, вся картина будет с цифрами, с фактами, с пониманием этого вопроса, тогда, значит, мы будем эту инициативу уже продвигать дальше. Сергей Николаевич, время программы подходит к завершению, но не могу не задать вопрос о предстоящих выборах, которые ждут нас 9 сентября. Что бы вы могли пожелать кандидатам, которые будут участвовать в выборах? Победы, и самое главное, быть неравнодушным. Самое главное для депутата любого уровня, чтобы работал с душой. Не будет души, ничего не будет. Ни работы, ничего не будет. Спасибо, что пришли к нам на программу. Будем ждать вас снова. Вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова